Процесс воспитания начинается задолго до появления малыша на свет. Также еще во внутриутробном периоде у ребенка формируются базовые основы психической деятельности. Когда ребенок рождается, мать может испытывать не только любовь и радость, но и другие чувства, которые не всегда являются приятными. Некоторые из них раздражение и злость на маленького человечка. Попытки заставить кричащего младенца замолчать, бесконечные тревоги о его состоянии и здоровье, усталость, невозможность жить полноценной жизнью. Все это сказывается на эмоциональном состоянии мамы. Особенно тяжело приходится женщине, когда у нее совсем нет помощников. Мать все чаще понимает, что она не справляется с младенцем. И страшная фраза «мне хочется выйти в окно» может стать навязчивой идеей. Как женщине, когда она долгое время находится один на один с ребенком, наладить свое эмоциональное состояние? Справляться с его истериками, привыкнуть к нестабильному режиму, не ранить детскую психику криком? Ответы на эти вопросы и советы в качестве поддержки молодой матери в данном видео. От чего зависит развитие психики ребенка в возрасте до одного года? Это физическое и эмоциональное общение с матерью. В отсутствии тесного контакта и любви мать редко берет на руки, является эмоционально отстраненной, равнодушной, не испытывает радости от общения с малышом. Ребенок страдает. Он не может чувствовать себя в безопасности. В возрасте до одного года знать, что ты не один – базовая потребность малыша. Ее неудовлетворение может привести к развитию психической травмы. Эмоциональная среда. В доме, где появился ребенок, атмосфера должна быть благополучной и позитивной. Если взрослые живут в таких условиях, где постоянно нарушаются границы других людей, присутствуют ссоры и конфликты, ребенок станет чувствовать тревогу. Забота о малыше. Детям в возрасте до года необходимо не только родительское внимание, но и полноценный уход. Сон, здоровое питание, регулярные прогулки помогают расти здоровым и спокойным. Развитие детей – важные условия для здоровой психики. С младенцем можно и нужно проводить развивающее занятие. Детская травма матери. Бывает так, что женщина заботится и ухаживает за ребенком, однако понимает, что ее общение с ним не способствует его нормальному развитию. Так бывает в случае, когда мать срывается на малыша, кричит на него, когда не знает, что ему нужно, впадает в отчаяние, если он плачет несколько часов подряд. Не может успокоить его и вынуждена прибегать к силовым методам. Некоторые позволяют себе бить малыша по попе, другие, когда не могут справиться со своими эмоциями, оставляют его плакать и кричать в одиночестве. Все это женщина делает в порыве сильных чувств, после чего ругает себя за то, что не сдержалась. Чувство вины у матери может быть настолько сильным, что она полностью затапливает ее. Погружаясь в самобичевание, ей становится только хуже. Она считает себя самой плохой матерью, недостойной иметь детей. Что же происходит с женщиной? Почему она, будучи спокойной и умеющей себя контролировать до рождения малыша, так сильно срывается на нем? Ребенок долгое время остается зависимым и беспомощным. Все, что он делает, кричит, закатывает истерики, отказывается от любых попыток его успокоить. Мало связано с привычками в его поведении. Поэтому, чтобы остановить борьбу между мамой и малышом, следует разобраться в чувствах женщины. Если малыш долго кричит, она чувствует себя беспомощной. В этот момент она словно возвращается в свою детскую травму, когда с ней, скорее всего, происходило то же самое. Она плакала от отчаяния или страха, а мать ничего не могла сделать, чтобы успокоить ее. В это время женщина сама становится маленьким ребенком, который полностью погружен в отчаянии. Когда она в таком состоянии пытается воздействовать на него, это не приносит пользы ни ему, ни ей. Что же делать? Понять, что ребенок абсолютно беспомощен и полагается, может, только на нее. Учиться успокаивать сначала себя, затем малыша, ведь раздраженная и обессиленная мама не в состоянии дать почувствовать ребенку надежность и безопасность. Перестать считать себя плохой матерью. Не стремиться быть идеальной, разрешить себе ошибаться. Быть такой, которая не может угадать детские потребности. Кроме этого, нужно иногда позволять малышу капризничать и плакать. Отрицательный опыт, так же как и положительный, необходим для развития детской психики. Кто может помочь с ребенком? Иногда молодая мать стесняется обращаться за помощью, считая, что близкие сочтут ее слабой, безвольной или виноватой в том, что она не может справиться с ребенком. Нельзя позволять себе думать плохо о собственном материнстве, отказываться от помощи, если ее предлагают близкие люди. Муж, родители, друзья, няня, которую можно пригласить хотя бы на пару часов, пока мать восстановит физические и эмоциональные силы. Это та самая поддержка, необходимая женщине после длительного пребывания с ребенком один на один.